Должен ли мой детальный анализ большой коронавирусной игры, ведущейся на глобальном уровне, дополняться столь же детальным анализом нашей внутриполитической ситуации? По мне, так в этом нет особой необходимости, и не только потому, что, как говорил Казьма Прутков, нельзя объять необъятное, но и потому, что развертывание коронавирусного экстаза на нашей территории в целом, и в особенности в городе Москве, шло прямо по сценариям, написанным в том штабе, который управляет глобальной коронавирусной игрой. Так что, разбирая большую мировую игру, мы за счет одного этого уже, точнее, понимаем, что происходит в нашем Отечестве. Впечатляет то, что распоряжения глобального штаба, разыгрывающего коронавирусную карту, выполнялись не только нашими руководителями, которых можно упрекнуть в их избыточной податливости по отношению к международным веяниям, этому неотменяемому до сих пор наследству прежней постсоветской эпохи. Но эти же распоряжения столь же безропотно выполнялись, например, президентом США Трампом, которому выполнение этих распоряжений грозило политическим самоубийством с далеко идущими последствиями. И эти же распоряжения выполнял главный антагонист Трампа, руководитель Китайской Народной Республики Синьцзипень. Но их же выполняли практически все страны Европы, Азии, Африки, Австралии и Латинской Америки. Крупных отклонений от выполнения директив глобального штаба, ведущего коронавирусную игру, фактически не было. Поведение Лукашенко или уководства Швеции не опровергает того, что почти все выполнили распоряжение глобального штаба. Всегда остаются небольшие государства, которые по тем или иным причинам могут позволить себе не вовлекаться в навязанную миру глобальную игру. Например, во Вторую мировую войну Швейцария в ней не участвовала. Много было бы толку, если бы она участвовала? Нет, правда? А в неучаствующем состоянии она была выгодна. Или в холодную войну. Ведь в ходе холодной войны не все страны вошли в один из двух враждующих военно-политических блоков. Многие оставались как бы вне этой игры, именуя себя то нейтральными, то неприсоединившимися. И извлекали из этого большие выгоды. Чуть позже я обсужу поведение немногочисленных, некрупных, строптивых государств, которые то ли с согласия глобального штаба, то ли в пику его решению не присоединились к коронавирусному экстазу. Но всем, кто следит за происходящим, понятно, что такие немногочисленные и некрупные строптивцы являются исключениями из разряда тех исключений, которые подтверждают правила, а не отменяют их. Только так, а не иначе. Весь вопрос в том, почему это так. И именно этот вопрос порождает необходимость включения в данный сериал передачи, посвященной соотношению между нашей внутренней и мировой политикой. Начну я эту передачу с достаточно очевидной констатации. Поправки, внесенные в Конституцию, существенным образом трансформировали Конституцию, превращая ее из Конституции в вхождение в цивилизованное сообщество, в кавычках, каковой она была все предыдущие годы, в по факту Конституцию Холодной войны. Это так. И сколько бы ни говорилось на самом авторитетном уровне о том, что это не так, и мы не ведем Холодную войну, это не может повлиять на мою оценку. Потому что в большинстве случаев я свои оценки не абсолютизирую. А в данном случае все настолько очевидно, что никакие альтернативные подходы не могут вызывать во мне ничего, кроме уважительного недоумения. Сегодняшний западный мир очень специфичен. И любое посигновение, к примеру, на статус ЛГБТ-сообщества в этом новом чудовищном мире воспринимается как неслыханное кощунство. Это, если хотите, намного страшнее, чем посигнуть на капиталистическое устройство жизни тех государств, которым ты бросаешь вызов. А именно такое посигновение на ЛГБТ-сообщество и на многое другое, а также на результаты Холодной войны, было сделано Россией и при внесении поправок в Конституцию, и сразу же после того, как эти поправки оказались поддержаны. Они потому-то и оказались поддержаны. А поскольку все, кто знаком с Западом, знают норов и возможности сил, на которые посигнули, то сомнений в том, что эти силы ответят, нет и не может быть. Может, другие бы силы и не ответили, а эти ответят. И то, что я только что обсудил, есть лишь один из примеров того, что именно порождают и сами поправки, и последующие действия. А как мы видим, действия не замедлили быть произведенными сразу после принятия Конституции. Так что Холодная война уже шла после Крыма и Донбасса. А теперь она станет еще неизмеримо более холодной. Не надо иллюзий. Повторяю, ни один я понимаю, что это именно так. И по моему мнению, ничего плохого в этом нет. Напротив, по моему мнению, это очень хорошо. Почему? Потому что глобальные процессы, или как теперь говорится, глобальный тренд, делают Холодную войну самым мягким из тех сценариев, в рамках которых Россия может, просто сохранится как государство. А если она не сохранится как государство, она будет беспощадно ликвидирована на уровне всего, что будет происходить с ее народонаселением, показателями его жизни и так далее. Это будет супер-геноцид. Так что, повторяю, Холодная война – это самый мягкий из сценариев нашего самосохранения. И потому это самый лучший сценарий. Но мы уже проиграли одну Холодную войну. И если проиграем вторую, то, как я уже сказал и буду повторять неоднократно, на нашей безгосударственной территории развернется полноценный геноцид, а не европеизация жизни. Так что, проигрывать эту войну совсем уж нельзя. И первую-то Холодную войну нельзя было проигрывать. А уж эту тем более. И потому я вправе задать несколько вопросов. Первый. Является ли наша экономика экономикой Холодной войны? В Советском Союзе была своя фармацевтика. Ее пустили под нож. Потому что нужно глобализироваться и участвовать в международном разделении труда, да и вообще не до жира быть двуживым. Не надо выпендриваться. Какова теперь наша фармацевтика? Она готова к серьезному вызову? Или кто-то считает, что вызов не будет серьезным? Будет-будет. А вся наша промышленность в целом, пищевая, например, тоже к этому готова? Мы не являемся государством, освободившимся во имя вхождения в мировое сообщество, в цивилизованное сообщество, от обременения под названием экономическая самодостаточность. Мы не являемся государством, открывшим свои ворота очень разным транснациональным компаниям и впавшим от этого в неописуемый восторг. О, как у нас все хорошо. Все флаги, гости будут к нам. Давайте заходите. Кстати, неужели кому-то кажется, что, открыв таким образом ворота, любуюсь тем, как эти компании разворачиваются и набирают мощь, можно иметь внутреннюю элиту, вообще свободную от лоббизма в интересах этих компаний. Это же мировая практика. То есть мой второй вопрос. Есть ли у нас элита для холодной войны? Дело ведь не только в лоббизме, дело во всем наследстве предыдущей эпохи, когда всерьез считалось, что твои позиции в стране определяются твоими позициями в западном мире. И это суждение имело необратимые последствия. Например, в качестве заключаемых браков, младших отпрысков, мест проживания семей, структуры бизнеса, а главное, структуры мышления. Мы будем приводить нашу элиту в соответствии с поправками в Конституции. Поправки в Конституцию трудно внести, но можно. И слава Богу, что внесли. А в соответствии с этим будет приводиться очень инерционная общественная ткань. Элитная прежде всего, да и не только. Третий вопрос. У нас есть идеология для холодной войны? У Советского Союза была. Теперь это будет какая идеология? Четвертый вопрос. Эту идеологию искренне готов отстаивать актив наших больших средств массовой информации? Пятый вопрос. У нас есть интеллигенция для холодной войны? Не отдельные интеллектуалы с определенным мировидением, а именно интеллигенция как целая. Мы знаем, как ее быстро вырастить, как придать ей соответствующую убедительность, наступательность, солидарность и все прочее. Современность. Шестой вопрос. Мы обладаем совокупностью информационных возможностей, правильное использование которых нейтрализует работу того, кто находится с нами в отношении холодной войны. У нас есть интернет холодной войны? На всех уровнях. И на уровне наполнения, и на уровне инфраструктуры. Наши возможности в том, что касается интернета и прочего, соизмеримы с тем, что касается возможностей противника. Мы хотим менять это положение? Каким образом? В какие сроки? Седьмой вопрос. Мы готовы нейтрализовать процессы, которые при переходе к полноценной холодной войне начнутся в тех сегментах нашего общества, которые наиболее подвержены влиянию нашего противника? Я когда-то называл это глобиками. Это ведь не только элита. Восьмой вопрос. Наиболее важный в контексте всего, чему посвящен данный сериал. У нас есть все, что необходимо для полноценного ответа на биологическую войну? Девятый вопрос. Можно ли выиграть холодную войну? Не превращая общество потребления, которое создавалось десятилетиями, в совсем другое общество? Какое? Десятый вопрос. Немногочисленные консервативные элиты Запада и мира будут нам аплодировать. Но у нас есть несколько поясов безопасности и надежных союзников, готовых вместе с нами вести холодную войну. Они у нас были худо-бедно. Теперь они у нас есть. Я мог бы задавать вопросы и дальше, но я остановлюсь на этой ключевой десятке. Вы только не подумайте, что я предлагаю не вести холодную войну. Уж кто-кто, но не я это предлагаю. И потому что для меня нынешний Запад это абсолютная погибель, и потому что Запад уже ведет против нас холодную войну. Мы притворяемся, что это не замечаем. И мы не можем уклониться, даже если захотим. Так что единственное, чего я хочу, это выиграть в холодной войне. Я не хочу поэтому, чтобы нарастал разрыв между принимаемыми документами и риторическими жестами, и реальным многомерным поведением страны, которая, видимо, не вся еще и не полностью поняла, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне, в эпоху коронавируса. И я убежден, что без этого понимания и без соответствующих системных мер, которые породят не только другую конституцию, а совсем другую страну, совсем другую реальность, обойтись невозможно. Мне скажут, да вот мы и начали с конституции, а потом придет все остальное, ввязаться в бой, а там посмотрим. Отвечаю, все, что во мне еще способно надеяться, может надеяться лишь на это по-настоящему. Но я не хочу пустых надежд. В духе Пушкинского, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Слишком уж велика цена такого обмана, и потому я буду обсуждать происходящее. В этой серии я имею в виду то, что происходит у нас и в мире. Так, как подобает это делать в условиях приближения некоего большого системного неблагополучия, которое еще можно ввести в определенные берега, но только в случае, если полностью будет развеян туман так называемого триумфаторства. И будет оценено настоящее, невыдуманное, ненавязанное противником, а реальное неблагополучие нынешней ситуации. Оно-то и должно породить. Несломленность, упаси Бог, а мобилизованность. Тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Без которой мы победить не сможем. А значит, проиграем. Причем, повторю еще раз, с последствиями неизмеримо более губительными, чем в 1991 году. Ведь и тогда тоже некий угар непонятного триумфаторства имел место вплоть до самого конца. И все время говорилось, в частности, мне, Михаилу Сергеевичу Горбачеву, не надо драматизировать. Так надо. Надо драматизировать. Паниковать не надо. Истерик закатывать не надо. Преувеличивать неблагополучие не надо. А драматизировать, то есть развеивать триумфаторский туман, надо. И в этом обязанность аналитика. Иначе место драмы и драматизации займет такая трагедизация, что даже не хочется об этом думать. Российская власть справедливо считает, что она может не особенно тревожиться по поводу нынешних общественных ум и настроений, которые и впрямь, во-первых, вялые, во-вторых, противоречивые, и, в-третьих, в каком-то смысле бесхозные. Все правильно. Нынешние общественные ум и настроения именно таковы. Но власть делает грубейшую ошибку, полагая, что эти ум и настроения не обладают опасной динамикой. Да, они при нынешнем их состоянии относительно безопасны, но ограничиваться констатацией только нынешнего состояния могут только временщики, а нынешняя российская власть себя никоим образом не расценивает, как власть временщиков и не заявляет после нас хоть потоп. Она же себя совсем иначе расценивает по принципу всерьез и надолго. Нынешняя российская власть в своих собственных глазах является квинтэссенцией мудрости и прагматизма, которые якобы диктуют ей необходимость так называемого ситуационного реагирования. Подчеркиваю, не характерного для временщиков безразличия к будущему, мол, после нас хоть потоп, а прагматической выжидательности, мол, когда это будущее оформится и станет настоящим, тогда и мы будем на него реагировать. А пока кто его знает, каким оно будет? Оно как кто-то нас им стращает, а на самом деле имеет свои корыстные интересы, оно как кто-то торгует страхом и так далее. можете поверить ненасово, что далеко не только всем известные экстазники занимались и занимаются неким эзотерическим прочтением произведений Пушкина, что и вполне серьезные люди занимаются тем же самым. И совершенно непонятно тогда, как такой эзотерический уклон может сочетаться с политической практикой, в основе которой пренебрежение не только сказки о золотом петушке, но и отвержение тех мудрых поучений, которыми пронизана и сказка о рыбаке, рыбке, и песня о вещем Олеге. Ведь пушкинские уроки, о которых я говорю, но никак не сочетаемы с яростно отстаиваемым нашей элитой принципом сугубо ситуационного реагирования. Суть которого в том, чтобы забить болт на будущее. А, мало ли что случится. И реагировать только на настоящее. С точки зрения настоящего власть справедливо рассматривает голосование по конституционным поправкам как свой политический трюк. А почему нет? Почему нет? Ситуация коронавируса это полный хаос. В нем вообще что-то развернуть трудно. Люди испуганы. Кто-то болтает о каких-то там преувеличениях созданных административно. Так и те, кто болтают, говорят, что на самом деле и без преувеличений все супер. Почему бы не сказать, что триумф-то? Издержки им возможно рассосутся, приобретения носят безусловный характер. Дело сделано. но ровно на то же самое вспомните все, что есть в виде опыта у политика это история. Рассчитывали в 905 году и в 907 когда разгоняли думу и в 914 когда начинали войну и в 916 когда говорили не надо драматизировать и наконец в 1991 поскольку исторический опыт почему-то никогда никого не убеждает а надрывно убеждать кого-то в чем-то не в моих жизненных правилах то я позволю себе короткое политологическое размышление о нынешней ситуации. К 2020 году в российском обществе сформировалось я настаиваю на этом очень рыхлое крайне неэффективное в политическом плане раздираемое внутренними противоречиями патриотическое большинство неформально патриотическое не идеологически патриотическое а вот так что в воздухе что-то разлито это большинство не имеет никакого отношения к партиям так или иначе позиционирующим себя на нынешней российской политической сцене но именно это большинство в итоге определяет будущее тех или иных политиков причем оно определяет их будущее не через шумные выступления и даже не в процессе голосований оно определяет будущее как-то иначе ну поверьте я говорю на опыте ну жил был один президент и все было хорошо а потом на каких-то дачах вяло начали бухтеть и никто не говорил что кого-то надо свергать но только жена президента уловила этот бухтеж и быстро сумела осуществить рокировку в России очень специфическая страна там все невнятно все вяло всегда но это не значит безрезультативно короче будущее определяет это аморфное вялое слабо политизированное и трудно мобилизуемое большинство потому что от него исходят некие флюиды они передаются на дачи а дальше все бухтит и все что-то изменяется все бухтит изменяется вот так вот этому большинству конституционные поправки определенным образом нравятся более того они ему очень нравятся а нынешняя российская власть формулировавшие эти поправки и решившиеся превратить их в конституционную реальность этому большинству раньше не слишком нравилось а теперь уже совсем перестает нравиться мухи отдельно котлеты отдельно но данное большинство поразмыслив не так как ему вменяют эксперты и политологи а сообразно своей особой несовершенной по мнению этих экспертов и политологов природе решила за поправки проголосовать потому что по его мнению политики приходят и уходят а поправки остаются и оно свое решение выполнило посидела покумекала почесала репу и выполнила кстати наиболее волнующая наших либералов поправка принцип обнуления сроков данному большинству абсолютно по барабану большинство это справедливо считают что коль оно захочет то перевыберет и при обнулении сроков а не захочет так не перевыберет оно вообще специально так говорю не в курсах что это так важно вообще же данное большинство склонно терпеть власть не потому что обладает рабской натурой а потому что считает своим даже самое несовершенное государство и очень боится его потерять а после событий 1991 года проявляет особую осторожность в вопросе о том как бы не сковырнуть государственность вместе с властью оно же чувствует что у него рыльца в пушку что оно тогда-то одно от другого не отделило распад Советского Союза это долговременный шок для обсуждаемого мною большинства и это урок того что нельзя проявлять безоглядную антивластность что все время нужно отделять власть от государства и при любом отношении к власти государство надо беречь в избежании ужаса безгосударственности для того чтобы большинство поступило иначе его надо не просто задеть его надо задеть жутко внушив ему беспредельное отвращение к власти и представив эту власть в качестве абсолютно безнадежной а заодно и слабой пока до этого еще далеко но процесс движется в этом направлении в этом да он движется в этом направлении медленно и не безусловно но стоит ли уповать на такие свойства процесса осознавая его направленность никакой любви к нынешней власти у этого большинства нет и в помине это касается всех действующих лиц без исключения их поками стерпят во избежание худшего но не надо обольщаться этим поками мышей ловить надо пока не поздно и приводить что-то в соответствии с чем-то каждый день данное большинство буквально взбесилие и изменение срока выхода на пенсию и карантинное злоключение в оценке этих злоключений данное большинство будет полагаться не на интернет в котором будут сформулированы мнения даже симпатичных ему экспертов и уж тем более не на телевидении оно будет привычным для него образом ориентироваться на так называемые кухонные разговоры включающие не только беседы с близкими людьми на кухне но и бухтеж в курилках перерывах а также бухтеж во время праздничного изготовления шашлыков а также бухтеж во время телефонных разговоров и так далее данный принцип формирования оценки настолько чужд экспертом что эксперты предпочитают этот принцип формирования оценки попросту игнорировать что по моему мнению например крайне недальновидно и абсолютно непрофессионально повторяю данное большинство является чрезвычайно рыхлым преисполненным частных противоречий крайне слабо организованным не слишком продвинутым в аналитическом плане до крайности аполитичным совершенно внепартийным и невероятно трудно мобилизуемым но если оно начнет шевелиться не бежать галопом а шевелиться все остальное может застыть и ждать когда шевеления прекратятся данное большинство сильно потеряло доверие к Путину что касается всех других политических игроков высшей лиги то они этому большинству просто отвратительны и пусть они об этом знают наверное поскольку большинству все не сводится в относительно либеральной Москве есть серьезные сообщества которым нравится карантинная решительность Собянина но большинство в ответ на эту решительность глухо и ненавидяще рычит и это небесильный рык это так называемые грозди гнева нужно заткнуть уши закрыть глаза страшно дистанцироваться от этого большинства полностью обусловить себя мнениями близкого тебе меньшинства чтобы не видеть и не слышать этого и не понимать чем это чревато а это между прочим то что именуется грозди гнева обсуждаемое мной большинство никогда не посягнет на власть слышите никогда не из трусливости а по причине наличия полубессознательного государственного инстинкта но если оно не посягнет на власть мне это даже представить себе не могу а просто отпадет и отодвинется от нее и начнет бухтеть чуть-чуть сильнее чем обычно то власти не позавидуешь а процесс идет в этом направлении медленно повторяю противоречиво он ползет туда но он идет туда и те кто говорят что-нибудь другое простите меня просто угут или занимаются истерической самонакруткой конечно все не сводится к большинству есть элиты есть очень активное и многочисленное прозападно либеральное меньшинство и до момента активного шевеления большинства именно эти силы будут определять политический рельеф но только до этого момента до этого момента слышите вот она этот момент а вот это все ползет мой двоюродный дедушка свидетель революционных событий оставшиеся в живых в отличие от моего родного деда с удовольствием записывал высказывания ораторов такого большинства на революционных митингах 1917 года и в эпоху моего детства зачитывал свои записные книжки во время различных застолий мне больше всего запомнилось как закончил речь один из ораторов чьи слова записывал мой родственник а закончил этот оратор свое выступление словами постольку поскольку и безусловно вот я тоже уподобляюсь этому оратору закончу свое обсуждение роли большинства в российской политике именно этими словами постольку поскольку и безусловно и перейду к обсуждению других общественных величин с которыми я когда-то раз и навсегда связал свою не только политическую но и человеческую судьбу прежде всего мне хотелось бы высказать искреннюю благодарность всем тем кто даже после освобождения из коронавирусного заточения продолжил знакомство с этой передачей таковых оказалось на удивление много передача сложная освобождение вынушает определенные соблазны по принципу я человек и ничто человеческое мне не чуждо в этом смысле их оказалось непредсказуемо много что значит много конечно их страшно мало по отношению к миллионам и миллионам готовым внимать рассуждения барышень вынимающих модную губную помаду из красивой сумочки но их больше чем можно было предположить их достаточно для того чтобы можно было говорить об активном и думающем небезразличном меньшинстве с его наличием я всегда связывал спасение России и только его наличие может не внушать неопределенные надежды между тем все что происходит в России состоит во-первых из стратегического отчаяния порождаемого жуткой общественной деградацией являющейся следствием распада СССР и постсоветского регресса и во-вторых вот этой слабой надеждой все ничего другого происходящим нет с одной стороны ты постоянно видишь все приметы исчерпанности чуть ли не вырождение тебе не нужно для этого сложных умопостроений тебе надо постоять у окна минут сорок и увидеть что клубиться на улице а с другой стороны после твоих спектаклей в вое часами стоят молодые люди стремящиеся обсуждать очень сложные проблемы не имеющие вдобавок никакого прагматического характера и ты твердо знаешь что подобные интеллектуальные собеседования ну достаточно массового характера не с 10 людьми а с сотней уже невозможны даже в относительно живой Южной Европе то есть в Испании Португалии Италии Греции на Балканах а уж Германии Франции Великобританию упаси бог Швеции Норвегии и так далее это уж тем более невозможно да и вообще непонятно где такие обсуждения возможны кроме России постсоветская Россия погрузилась в ту скверну которую нельзя лицезреть без внутреннего содрогания но погрузившись в эту скверну она все еще живет и как говорилось в советской диссидентской песне все ставит из себя а мир в этом смысле уже не живет подчеркиваю именно в этом смысле он клубится чавкает пыхтит ворочается но не живет в человеческом смысле слова я очень люблю Индию это совсем живая страна не отрекшаяся до конца от своей тысячелетней духовности и худо-бедно соединившая эту страстную духовность современностью но именно в силу своей накаленной духовности Индия никогда не хотела жить исторической жизнью а Россию всегда отличало именно историческое упрямство вот то самое про которое говорится все ставит из себя Китай я тоже очень люблю та духовность всегда была менее накаленной чем в Индии но она сохранена и помножена на успешное освоение современных возможностей такой успешной что дальше некуда дух захватывает но в этом тоже нет той исторической безудержности которая всегда была присуща России вне этой исторической безудержности человечество неминуемо погибнет и никакая вне историческая духовность его не спасет сначала покой потом гниение потом гибель и все это развернется очень быстро на фоне специфического осовременивания в России это отчаянная историческая безудержность клубилась незапамятных времен и ее высочайшее проявление советский коммунизм и советская красная имперская сверхдержавность оголтелы отречения от всего этого во имя не весь не весь при том что это не весь чего видимо имеет существенное отношение к разнообразию среднекачественных шмоток было ужасной ошибкой породившей чудовищные последствия совершив эту ошибку в состоянии некоего угара и помрачения страна фактически потерпела поражение в холодной войне это кто-то здесь может говорить что это не так а все там убеждены в том что это именно так повторяю кто-то это может отрицать но такое отрицание по большей части имеет невротический характер нет нет мы сами сами во имя святого будущего а невротик всегда отрицает нечто почему потому что он избегает правды это правда причиняет ему избыточную боль и избегая боли он начинает врать себе и другим Россия во-первых потерпела поражение в холодной войне а во-вторых потерпев это поражение она была порабощена победителем победитель понимал что побежденную Россию надо погрузить глубокий сон и что в противном случае победа над ней может оказаться не окончательной а он стремился к окончательной победе ему это было вот так необходимо значит он должен был навязать России глубокий сон а такой глубокий сон может быть навязан побежденной стране только в одном случае если поражение удается поселить внутрь каждого из граждан страны тогда поражение начнет разлагать души людей и лишать их духовной силы причем совсем нетрудно соорудить нечто наподобие эстафеты пораженчества эстафеты поколения я имею ввиду отчаявшиеся родители начинают пить дурить расцвеливаться и всем этим воздействуют на детей дети приумножают пораженческие забавы родителей придавая этим забавам еще более жесткий и деструктивный характер вот вам и эстафета поколений думаете кто-нибудь не мог сообразить что это должно быть именно так так это так и случилось или точнее так и было организовано почему вопреки этому а все это имеет вопиющий характер не произошло окончательного слома всего человеческого сообщества проживающего на нашей территории непонятно то есть у меня есть по этому поводу какие-то соображения но во-первых я не хочу посвящать им эту передачу а во-вторых не факт что эти соображения нужно прям так вот излагать в передаче с тем чтобы слушали все подряд в том числе и те кто хотят превратить поражение в окончательное и так я только констатирую что с одной стороны повреждение чудовищное и огромное и оно носит внеполитический характер и даже в каком смысле внегражданский оно на уровне простейшей антологии происходит быта на уровне повседневности а с другой стороны это повреждение почему-то не окончательно и молодые люди являющиеся жертвами этого повреждения а внутрившие поражение и все что оно с собой несло в том числе и на уровне повседневности хотя бы в малой части своей почему-то сохраняют духовный запрос соседствующий в их душах с разного рода благоприобретенной пакостью таким мне видится современное постсоветское общество поэтому оно не внушает и надежду и отчаяние я всегда считал что империя не колониальная а вот такая идиократическая это наилучшее устройство общества и что имперскость неотменяемая черта нашего народа нашей культуры и нашей исторической бытийственности мы лицезреем несомненное физическое разрушение империи с отделением Украины Белоруссии и всего остального но еще страшнее этого физического разрушения изымания имперской души вот если ее изъять тогда Россия рухнет окончательно и ничего нового не приобретет стать обычной европейской страной она не сможет и не захочет да и непонятно что такое сегодня обычная европейская страна да нет так что надо думать о воскрешении имперской души тогда и тело воскреснет судьба подарила мне возможность неоднократных откровенных бесед со многими интересными людьми явным или неявным образом влиявшими на происходящее одним из таких людей был выдающийся израильский разведчик Рафи Эйтан он был знаменит тем что выкрал из Латинской Америки нациста Эйхмана и привез его в Израиль где Эйхмана и повесили а еще Эйтан был знаменит тем что создал свою агентуру в США и его агент аналитик военно-морской разведки Джонатан Полвард был осужден в США за шпионаж в пользу Израиля и просидел в американской тюрьме 18 лет что касается Рафи Эйтана то он стал фактически персоной нон-грата в Соединенных Штатах и одновременно одним из ближайших друзей и деловых партнеров Фиделя Кастро Рафи Эйтан поделился но очень важными соображениями по поводу имперскости вот смотри сказал он мне какой-нибудь американский церушник приезжает в Латинскую Америку на пару лет потом перекочевывает на Ближний Восток потом еще куда-нибудь и нигде не задерживается а если задерживается то рассматривает это как огромную неудачу англичанин как сядет на стул в своем кабинете находящемся в какой-то стране так с этого стула и не встанет пока его зад и стул не приобретут одну и ту же форму и он не будет переживать по поводу того что торчит на одном месте десятилетиями сообщив мне об этом Рафи сделал глубокую паузу а потом сказал империя это когда хотят знать имперская душа сохранена в определенных частях нашего ужасно сильно поврежденного общества до тех пор пока хотят знать и ведь хотят никто в мире не может понять зачем русским людям далеким от элитарности нужно знать нечто по поводу мирового процесса и расклада мировых сил мой ответ на это таков им нужно это знать потому что имперскость не вырвана из их душ до конца ее не удалось вырвать с корнем а имперскость это и есть желание знать я раз за разом делаю ставку на это потому что больше то делать ставку не на что и раз за разом убеждаюсь что запрос на так называемое бесполезное знание бесполезное с прагматической точки зрения существует он не так велик как мог бы быть если бы наше общество не было чудовищно повреждено но он не убит полностью и не превращен прерогативу совсем уж микроскопических сообществ такой запрос на имперское знание для меня крайне ценен и по сути является повторю еще раз единственной надеждой на возможность как-то выбраться из того капкана в который попал народ в перестроечную и постперестроечную эпоху если рассматривать распад советского союза и крах советского общества как результат победы противника в холодной войне то ситуация оформленная этой победой не может не расцениваться как мягкое порабощение побежденного для того чтобы преодолеть подобную ситуацию необходим союз настоящий не побоюсь этого слова имперской интеллигенции и того народного большинства с обсуждения которого я начал эту передачу не само это народное большинство не сама эта интеллигенция взятая в отдельности порабощению сопротивляться не могут важно каковы будут настроения в народном большинстве недораздавленном поражением в холодной войне еще важнее сформируется ли позитивная имперская интеллигенция но важнее всего связь двух этих слагаемых вся моя надежда на то что эта связь возможна возможность этой связи вот мой символ веры от которого я никогда не откажусь в силу этого я с горечью наблюдаю за очень ошибочными действиями власти и во время коронавируса и при голосовании за поправки в конституцию тем не менее расцениваю внесение этих поправок вовсе не как властный триумф а как триумф народного здравого смысла который власть не смогла до конца исказить даже своими мягко говоря крайне бестолковыми и очень неэффективными действиями такова моя абсолютно искренняя оценка произошедшего она не имеет никакого отношения ни к провластно-охранительному экстазу триумфаторскому ни к бессмысленному либеральному скепсису я с горечью лицезрею и этот экстаз по поводу коронавирусной мудрости и некий административно-пиаровский экстаз по поводу голосования но при этом я считаю что государство принадлежит не Путину Мишустину Собянину но и другим а всем гражданам России что именно им без этого государства хана что элита еще попытается куда-то убежать и факт что сумеет а граждане рядовые России потеряв государство вкусят от полноценного геноцида в том числе и потому что Россия слишком долго выпендривалась ставила из себя пывала исторической страстью и именно ей слабости в особой степени не простят я это знаю наверняка поправки в конституцию по преимуществу нацелены на укрепление государства и его отдаление от запада а приближение России к западу для государства абсолютно губительно ну так и пусть государство укрепляется а дистанция нарастает если сокращение дистанции губительно то наращивание спасительное другое дело еще раз скажу что если ограничиться юридическими и риторическими и пиаровскими жестами то это кончится плохо так это значит что не надо этим ограничиваться что касается обнуления срок то я к этим обязательным двум срокам с очень давних пор отношусь с предельным недоумением вот честно говорю я не понимаю почему когда лидеры избирают на два срока это демократия демократия это когда за лидера голосует большинство на основе свободного волеизъявления без подтасовок манипуляции и прочего предположим что у лидера рейтинг 80% на сегодня это увы абстрактный пример но предположим что это так и вот он отработал два срока пусть что должен уйти а с ним связаны все общественные надежды почему должен уйти кому это нужно при чем тут демократия эти два срока после которых лидер должен уйти изобретены американской элитой американским господствующим классом в связи с одним единственным обстоятельством эта элита или этот класс до смерти испугались третьего срока Рузвельта а испугались они того что Рузвельт вместе с избравшими его народными массами с американским большинством оказались сильнее элиты и начали посягать на ее интересы вот тут-то и убили Рузвельта и заорали с особой истовостью о том что два срока это священная корова на которую нельзя посягать я уже говорил и повторю еще раз что по поводу того что убили Рузвельта в моем присутствии я был очень смекалистым подростком говорили замечательные американисты входившие в элиту советской американистики и пившие коньяк двин вместе с моим отцом и так американцы американская элита американский правящий класс убили Рузвельта потому что он на многое замахнулся и тут же начали орать что два срока это священная корова на которую нельзя посягать и с тех пор орут не переставая причем с такой силой что люди уже начинают верить в то что демократия равна принципу двух сроков являющихся неотменяемой характеристикой демократичности и легитимности вообще неотменяемой простите либерально-демократическая партия Японии правила десятилетиями да и сейчас отнюдь не перестала рулить процессом почему этот вид несменяемости никого не тревожил да и вообще возможно ли существование крупного государства при условии что стратегическое содержание власти будет меняться раз в 8 лет вместе с приходом нового лидера да да это возможно но только в одном случае если стратегическое содержание власти будет крайне мало связано со сменой лидерства если это лидерство сменой лидерства будет развлечением а стратегическая игра будет вестись ниже или сбоку или в тени и на несменяемом уровне так эта игра и ведется и осуществляется так или иначе оформленным ядром господствующего политического класса подчеркиваю не самим политическим классом а так или иначе оформленным ядром этого класса возможность избирать власть весьма существенно но именно в плане окорота этого ядра и если бы в конституции было сказано что избирать власть нельзя то я прервал бы свое видимо многими замеченное молчание потому что мне не хотелось случайно слиться в экстазе который я не разделяю я бы прервал это молчание и высказался так же как я высказывался по многим другим поводам но поправки никак не мешают избранию народом той власти которая его устраивает если Путин не устраивает народ если он потерял общественную поддержку то его можно переизбрать и тогда когда он выдвинется на третий срок все дело в общественной поддержке в доверии сохранено оно или нет если сохранено почему бы ему не избраться а если потеряно то он и не изберется подтасовки видите ли помешают его сместить и чем дольше он сидит у власти тем аппарат крепче и изворотливее а значит и скинуть власть с помощью выборов все труднее во-первых исторические примеры говорят о другом вы латиноамериканцам это расскажите во-вторых это же можно и к парламенту отнести он тоже долго пребывая в власти укрепляется в аппаратном иных смыслах долой японский долгий парламент долой другие парламенты все нужно меняться раз в три месяца в-третьих кто-то должен играть в долгую в противном случае действительно надо избирать новых лидеров и новый парламент каждые три месяца или каждые полгода и кто же этот играющий в долгую я говорил и повторю еще раз что в политологии такую силу играющую в долгую именуют ядром господствующего класса оно-то и препятствует многократному переизбранию лидеров потому что ему нужна анонимная долгоиграющая власть как справедливо говорят сегодня политиков мы хоть избирали а вот этого гейтса нет а делает он что хочет хотите сменить власть надо не ахать и охать по поводу двух сроков а лучше контролировать процессы на избиркомах а если кишка тонка то никакая изменяемость не изменит сущности дела потому что придется выбирать между харизматическими фигурами и политической тусовкой полностью управляемой олигархией это касается и президентских выборов и выборов в думу в 2021 году думу будут переизбирать я уже сформулировал свою позицию суть которой заключается в том что процессы не топчутся на месте а имеют очевидную направленность пока что еще ту самую про которую говорят мешатка не валка и что этого достаточно для того чтобы привести к результату который уж никак нельзя будет назвать триумфальным да и называть его таковым будет некому вот что по моему мнению должно находиться сейчас в эпицентре политического осмысления это а не перебранка по поводу триумфов и подтасовок кстати те кто сейчас сетуют на эти самые подтасовки признают что они максимум сдвинули бы результат 78 за 22 против в сторону результата 65 за 35 против но и не более того а значит сколько не крути большинство за эти поправки да потому что они ему лакомы и этому большинству глубоко повторю нам плевать на эти обнуления сроков который так пугает нашу прозападную интеллигенцию опять-таки я сказал почему но сегодня это большинство находится здесь а завтра оно будет находиться где-то еще сегодня оно ведет себя одним способом завтра другим и есть определенная направленность так что не про подтасовки и триумфы надо спорить а улавливать тенденцию и беспокоиться надо о том чтобы к власти завтра на волне справедливого недовольства очень и очень многим не прорвались антигосударственные силы а также прямые пособники запада призванные наращивать прообощенность страны а еще надо беспокоиться если здравый смысл захоронен о том чтобы приводить содержание то есть существование общества элиты и так далее в соответствии с новой формой а не отрывать форму от содержания скажут а вот вы тут сказали там пособники запада да так вот эти и есть пособники запада что показал коронавирус да а еще и воры и так далее давайте несколько слов я скажу про этих самых воров страну сбросили в криминальный капитализм в девяносто третьем году поддержав курс Ельцина построение капитализма за пять лет причем стране советское прошлое который определяло полное отсутствие некриминального первоначального накопления капитала поддержав это поддержали и другое курс того же Ельцина на вхождение в России в так называемое мировое то есть западное сообщество то есть на построение так называемого периферийного неоколониального капитализма не только криминального но и неоколониального капитализма третьего и четвертого мира вот что лежало на весах на референдуме девяносто третьего года вот что решалось тогда и эти весы в определенную сторону склонил общественный выбор в итоге страну сбросили и в регресс и в так называемой криминальной элитогенез и то и другое длится десятилетиями когда в таких условиях кто-то из элиты или ее обслуги начинает кричать про другого вор 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 и тыкать пальцем зачастую далеко не выдуманы эксцессы то это выглядит очень комично я бы корова мычала а твоя бы молчала так же комично выглядят разговоры про российскую мафию десятилетиями говорю у нас нет уже мафии у нас есть новые формы социально-политической организации общества элиты причем такие формы что мафия отдыхают я не спорю в этом наша очень горькая специфика но с каждым десятилетием я все более убеждаюсь в том что противопоставить нашу воровскую пагубность западному правильному устройству уже нельзя что сегодня это очень наивно знакомые мне западные эксперты тот же Стивен Коэн например прямо говорили о том что демократическая республиканская партия США поделили между собой глобальный рынок нелегальной торговли оружием и что неприятности того же Бута связаны не со спецификой его деятельности а с тем что определенные западные политики называются конкретные имена подрядили его для нелегальной продажи оружия на тех территориях где они в силу своей партийной привязки не имеют права работать они имели право на все эти уж конечно ужасные неворовские типы работы на Ближнем Востоке они сунулись в Африку а туда они не имели права потому что у них такая партийная привязка что не имели права туда соваться и это говорил Стивен Коэн и не он один десятилетиями специалисты западные прежде всего приводят доказательства тому что такие-то элитные западные группы работают связка с такими-то мафиями вот эта группа с Козом острый это с Каморой и так далее роль японских якудзов в управлении крупнейшими японскими корпорациями обсуждается весьма респектабельными специалистами японскими прежде всего но и не только с начала 1950-х годов можно было бы целый шкаф отвезти в котором бы размещалась респектабельная литература по этому поводу конфликты китайских триад и японских якудзо обсуждаются столь же долго и на фактическом историческом материале поэтому я позволю себе некогрубленная но отражающая действительность определения сути существующего у нас да и не только у нас состояния элитного вещества в таком грубом приближении философском политологическом и абсолютно не юридическом можно сказать что банды это неотменяемая реальность нашего элитогенеза и что обсуждать надо не то кто именно интегрирован в эти банды а кто нет обсуждать надо то каковы банды и чем они отличаются друг от друга и кто во что именно интегрирован причем на каких основаниях каким способом и так далее давно пора прекратить позорные перестрочные вопли об очищении элиты эти вопли всегда были уживыми потому что очищаться хотели от тех кто никакого отношения к криминальной грязи не имел и таких было немало специалисты занимающиеся прикладной теорией элит знают что такие очистители от криминальной грязи как Длян и Иванов уничтожали представителей рашидовской группировки и связанных с ними цинховиков ну уж никак не брезгуя помощи настоящих стопроцентных воров в законе и прекрасно понимая что они осуществляют эти зачистки в интересах этих воров и их высоких комитетских покровителей но повторяю в советской элите еще были совсем не криминальные люди как консервативные так и либеральные возможно такие люди есть и сейчас но их намного меньше их позиции ослаблены до предела а значит с поправкой на малые хотя и существенной величины бандитизм это наше элитное постсоветское почти все ну а теперь главное когда я говорю о бандах в кавычках гэнгах и прочих то имею ввиду не нечто примитивное я не зря сказал что бандами это можно назвать только в грубом приближении те в кого тычут пальцем именуют бандитами в строгом смысле слова те кто выходит на стрелку участвует в разборках и так далее это не ядро элиты а вспомогательное существенное звено более мощное на самом деле чем бюрократия но менее мощное чем то что находится в настоящем ядре настоящее же ядро сформировалось в результате борьбы наших спецслужб с правящей коммунистической партией у которой в момент апогея этой борьбы тоже было рыльца в пушку но спецслужбы хотели освободиться от партии в силу ее неотменяемой причастности к определенной идеологии спецслужбы же хотели не идеологической унылой однопартийности которая связывала руки ограничивала наживу и мало ли еще что делала защищала социальные низы в определенном смысле спецслужбы хотели матричной многомерной спецуправляемости именуемой демократии то есть того что партии будут разные а привязка у них будет в равной степени спецслужбистка скинув партию под лозунгами партия дай порулить даешь рынок и демократию даешь свободную политическую конкуренцию и так далее спецслужбы оседлали процесс много раз подчеркивал что когда я говорю спецслужбы то я не имею ввиду не каждого офицера или генерала подчас рискующего жизнью и в какой-то мере удерживающего внутриполитическую стабильность и международный баланс сил я имею ввиду некое ядро спецслужб разделенное на несколько групп или внутренних партий недавно почил в бозе пусть земля ему будет пухом один из очень важных представителей одной из таких партий но партия то осталась вот эти то внутренние партии рулят процессами как напрямую так и через сугубо криминальные институты а бюрократия на подхвате и когда определенные инструменты используемые при разруливании временно оказываются в тяжелом положении один из таких инструментов опять оказался в таком положении то это однозначно свидетельствует о конфликте между внутренними партиями такой конфликт может состояться в Красноярске или Москве а также в любой точке нашего многострадального отечества и его надо рассматривать просто как знак чего-то большего я очень хорошо относился например к руководителю нашей внешней разведки Леониду Владимировичу Шебаршину я знал его по советскому периоду тогда он был просто тонким порядочным насквозь очень профессиональным человеком причем нестандартно интеллигентным что мне было тоже до крайности симпатично что произошло потом не знаю хочу верить что Леонид Владимирович таким оставался до своего смертного часа но когда Леонид Владимирович вдруг сказал публично что его этика профессионализм я был вынужден отреагировать потому что профессионализм спецслужбистов типа Шебаршина этикой быть не может профессионализм этих людей заключается в том чтобы убивать лучше нормальных бандитов и их этому учат вскрывать сейфы лучше нормальных домушников их этому тоже учат в том чтобы использовать людские пороки опять-таки более эффективно чем обычные бандиты и так далее поэтому от бандитов таких людей я не имею ввиду скучную бюрократию а людей дело отличает не профессионализм а служение пока есть служение то есть высший смысл без которого патриотизм пустое слово такие люди интегрированы в некую смыслодеятельную корпорацию а как только служение обрушивается начинается регрессивный элитогенез не зависящий в случае обрушения от ценностей каждого из этих конкретных людей и того что они об этом думают он происходит как соединение химических веществ его основа объективная повторяю еще раз в том что если институты рушатся то формальные связи только усиливаются должностная иерархия исчезает с обрушением институтов а записные книжки остаются и побратимство остается потому что опасность сближает а люди которых я обсуждаю но никак не лишены смелости и волевой хватки ну и что же порождается крушением институтов при сохранении неформальных связей ну то самое что мы имеем в ядре нынешней элиты эти эти самые внутренние партии поскольку спецслужбисты неоднородные то какая-то часть лишившись служения просто выпадает в осадок и тоскует какая-то часть начинает более или менее пассивным образом интегрироваться в новую жизнь становясь например начальниками охраны или начальниками аналитических центров у тех кто раньше был связан с ними агентурными связями а какая-то часть сплачивается более активно и ждет что будет дальше это ожидание не носит пассивного характера люди присматриваются осторожно участвуют в игре которую ведут оборзевшие так называемые либеральные олигархи в прошлом имевшие ту или иную агентурную привязку эти олигархи в принципе к сплочению не способны а команда в итоге кроет класс то есть в итоге выливая не боящаяся рисковать и не поддающаяся унынию часть спецслужбистского сообщества склеивается в определенные неформальные структуры и выметает поганой метлой этих самых эгоцентристов из либеральной олигархии вот в чем суть процесса поначалу эта склейка происходит с ориентацией на тех кто вел антисоветскую игру в советский период а потом эти динозавры либо уходят из жизни в мир праху их либо теряют прежнюю жизненную силу и тогда их заменяют другие но суть не меняется в итоге формируется определенное ядро нашей постсоветской элиты поскольку прошлое всегда остается актуальным для подобного типа ядер а новая жизнь тоже организуется вокруг определенных профессиональных матриц то такое структурирование маркируется зыбкими зыбкими подчеркну еще раз профессиональными разногласиями иногда преодолеваемыми иногда имеющими риторический характер а иногда и существенными но повторяю все это очень зыбко и единственное жесткое слагаемое формируемых клановых идентичностей так или иначе подверстана к вопросу о государственности мы можем обсуждать все только в увязке с этим вопросом цель эту конечно же речь идет о прагматической государственности лишенной сверхдержавных идеологических заморочек конечно же доминирует нежелание портить отношения с победителями в холодной войне конечно же очень хочется вписаться в западный мир на равных правах с другими государствами подише что плохо оказаться на равных правах с Францией и Германией и сформировать единую Европу при явном преобладании твоего ядерного оружия да эти люди и их начальники всю позднесоветскую эпоху только об этом и мечтали и потому и скидывали КПСС кто-то хотел в Европу вцепиться посильнее а кто-то считал допустимым создание единого атлантического пояса войти в НАТО обняться и с Европой ладно и с США ну сколько-то времени испытывать определенные неудобства связанные с холодной войной а потом все отрицается и начинается разумная просвещенная жизнь который еще ох как можно будет развернуться такова была мечта кто хотел Европу кто эту самую единую атлантику но по поводу того что идеал это вхождение в западный мир такое другое этакое но вхождение по этому поводу повторяю в нынешней элите спора нет спор идет только по поводу того можно ли пожертвовать государственностью ради такого вхождения одна часть элиты говорит хватит уже пожертвовали Советским Союзом не получили обещанного больше ничем жертвовать не будем другая часть говорит можно пожертвовать и большим лишь бы войти а там разберемся и опять же все это не носит такого жесткого проартикулированного можно сказать кристаллического характера все это аморфно зыбко основано на перетеканиях умолчаниях вот в чем мы реально живем и этой жизни есть наказание за апрельский референдум 93 года именно тогда некая поселившаяся внутри общества а не элиты только порча толкнула это общество в определенную сторону внутренне меняясь что-то смутно осознавая общество продолжает двигаться в ту же сторону на протяжении всех последовавших за тем апрелем десятилетий и тут что 90-е что 2000-е что 2010-е двигаясь в эту сторону общество слабеет и разрушается оно еще не умерло но поскольку оно двигается в эту сторону чудовищно повреждено и либо данное повреждение будет вылечено либо общество будет продолжать двигаясь туда же повреждаться все больше и тогда оно будет добито до конца и никакие надувания государственных щек тут не помогут хотя они конечно нужны хочется приветствовать их но только повторяю не надувание а реальное развертывание в том направлении которое сейчас к сожалению носит не столь реальный как хотелось бы характер а и а а и Продолжение следует...